Животные Горок Ленинских – так называется сообщество зооволонтеров, которое существует в поселке почти два года. Забирали котят, выброшенных на помойку, около магазинов, туда, где люди привозили, в коробках, в мешках, просто выкидывали. Забирали их домой, мыли, обрабатывали, лечили, если кого-то нужно, пристраивали в добрые руки. Сначала мы все ходили поодиночке, кормили животных, потом параллельно, пока кормили кого-то, знакомились с другими людьми, кто тоже неравнодушен. Мы уже год, как сказать, вместе уже помогаем и друг другу, и информационно. Как рассказывает Татьяна Шелкова, они знают все привычки и повадки своих подопечных. У многих есть даже клички, которые отражают свойства их характера. К сожалению, у многих кошек такая участь и незавидная, к сожалению, здесь долгожителей нет. Может быть, кошка, которая дольше всех жила, лет, может быть, 7 или 8, на моей памяти, это дольше всех. Звали мы ее Матрешей, и вообще Матрена Ивановна, потому что она была рыжая, очень деловая, очень умная кошка. Поэтому, мне кажется, она прожила так много лет. Более 20 неравнодушных жителей Горок-Ленинских, объединившись, спасают бездомных животных. Не только кошек, но и собак. Кормят, лечат, стерилизуют, находят им дом и добрых хозяев. Собрались, сделали группу и по возможности пытаемся помогать животным. Кого-то пристраиваем, лечим, собираем денежки, помогаем, кормим. У нас даже есть специальные очереди, кто будет кормить, кто будет заниматься передержкой. У нас как бы очень все дружно собираются, но люди у нас очень отзывчивые в нашем поселке. Стоит отметить, что у спасателей четвероногих дома есть и свои питомцы. У Жанны Карасевой живут два кота и собака. И дома кошки и собаки все подобраны с улицы. Ну и, соответственно, привлекаем, ну вот я лично привлекаю еще своих детей, потому что, ну, таким образом пытаюсь, чтобы они тоже к этой проблеме, ну, на нее обратили внимание. Все участники сообщества состоят в специальном чате, где обсуждают проблемы и вопросы. Там выкидываются все посты, кто что где увидел, услышал, обсуждается помощь, собирается финансы, покормить, кто сегодня может, предположим, да. Как отмечают зооволонтеры, самое приятное для них – это наблюдать, как четвероногие друзья радуются принесенным гостинцам и теплому общению. В такие моменты все счастливы по-настоящему. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.